Я заказала вот такой оттенок, и она выглядела вот так. Сломалась! Привет, добро пожаловать в видео о тестировании косметики. В таких видео я обычно тестирую косметику в первой части. И во второй части я рассказываю, понравилась мне эта косметика или нет. Так вот, сегодня я буду тестировать тональное средство Futurist от Estee Lauder. Наташа Динона, палетка мини-ретро. Наташа Динона, палетка вот такая вот двойная с хайлайтером. И с румянами. Палетка четвёрка хайлайтеров от Dior. Туши от Lancome. И много помад от Pat McGrath. Здесь как матовые, так и такие увлажняющие шиммерные помады. Блеска Pat McGrath, бальзамчики. И бальзам от Maybelline, который называется Filter Gloss. Сейчас на мне только средство для бровей. И больше ничего, я увлажнила свою кожу, наверное, час назад. Токинальная основа увлажняющая от Hydra Rescue. Moisturizing Makeup 45 SPF. У меня в оттенке 1N2. И здесь такая помпа. Надо отметить, что у меня кожа склонная к жирности. Но я хочу попробовать это средство, потому что сейчас зима. У меня кожа довольно сухая. Особенно вот на этих местах. И иногда вот здесь вот. И также здесь есть SPF 45, что просто замечательно. Когда это всё идёт вместе с тональным средством, тогда точно не забудешь нанести SPF. Такой довольно жиденький. Фактически ничего не пахнет. Ну, оттенок мне, похоже, подходит. Единственное, что он, конечно, такой с тёплым подтоном. Однозначно нужно припудриваться после такого тональника, потому что посмотрите, как всё, кожа всё сияет. Так, вы, наверное, заметили эту красоту у меня в руках. Это лимитка от Наташи Диноне. Здесь хайлайтер и кремовые румяна. Давайте сейчас нанесём вот эти кремовые румяна. Цвет розовой жвачки с небольшим тёплым переливом. В такой немножечко уходящий глососевый, но больше, конечно, тут розового. Давайте я сделаю свод, ещё покажу, как это выглядит. Пигментированный такой оттенок. Он также легко растушёвывается. Помните, мы с вами тестировали Реа Бьюти. И там в комментариях вы мне посоветовали обязательно закреплять такие кремовые продукты пудрой, для того, чтобы они держались лучше. Я так и сделаю. Я закреплю моей основной пудрой. Велитайзер от Urban Decay. Нет, по-моему, с пудрой гораздо лучше. Блеск пропал. И в то же время этот румянец ещё проскальзывает сквозь пудру. Итак, давайте попробуем хайлайтер. Я смотрела некоторые видеоблогеров. Многие говорят, что он жёлтый. Хотя здесь такой дуо-хром розово-жёлтый. Так вот переливается. Но всё равно на камере он выглядит, как будто бы он розовый. Да, он выглядит, конечно, таким жёлтеньким. Но, опять же, это не слишком какой-то жёлтый-золотой. Это что-то такой светлый-золотой цвет. Знаете, мне что кажется? Что при дневном освещении, скорее всего, он будет розовым. А при искусственном — жёлтым. Ну и, конечно, я ничего не сказала по поводу упаковки. Это не последняя причина, почему я купила эту полет. Сразу же заказала. Я сначала так посмотрела, думаю, ну ладно, пусть там Наташа Динона развлекается. Но когда я это увидела, ещё у блогеров они начали это всё смотреть. Я просто поняла, что мне это надо. Знаете, как-то неожиданно для себя я просто влюбилась в хайлайтеры. Это для меня сейчас один из самых любимых продуктов. И это была лимитка осени 2020 от Dior Backstage. Это четвёртая, 004, за которой я гонялась несколько недель. Давайте нанесём на вторую щеку. Здесь, конечно, четыре оттенка, но мы с вами попробуем парочку. Один здесь, один на носу. Мне хочется вот этот золотой попробовать. Давайте с него начнём. Он называется Sheer Gold Pearl. Здесь нет зеркала, это, конечно, минус. Вообще, этот хайлайтер был у многих блогеров любимый за 2020 год. Всё сияет. Я вижу, что у Динона есть дохром, и что здесь он просто золотой. Но он такой не жёлтый золотой, а больше какой-то уходит в шампанское, в холодный такой серебристо-золотой. Ну и давайте возьмём вот этот вот светленький оттенок и нанесём его на нос. Наша звезда палетка сегодня — это Наташа Динона. Это не новая Love, вот эта мини, которая вышла. Это мини-ретро. Мне показалось, она больше подходит мне по моему цветотипу. И я решила, что я лучше возьму её пока для знакомства с этим брендом. И потом уже буду смотреть, хочу ли я покупать те большие палетки. Такая пластиковая, очень минималистичная упаковка. Я ещё ни разу не наносила эти тени на себя, поэтому я сама о таком предвкушении. Здесь есть очень блестящий оттенок, такой прямо глиттер-глиттер. Есть матовые два вот эти вот и шиммеры. Вот так вот выглядят свочи. Они очень кремовые и тени довольно мягкие. Мне хочется сравнить два матовых от Pat McGrath и от Динона и посмотреть по качеству и вообще по ощущениям, как они отличаются или похожи ли они. Итак, вот это Динона, а это Pat. Вообще по ощущениям они очень похожи, такие кремовые. Так, давайте сделаем макияж базовый, как раз-таки такая базовая палетка, мне кажется, вообще на каждый день. Я начну вот с этого светлого матового оттенка и нанесу его на складку века. Растушевывается довольно легко, они немного пылят, приходится так немножко смахивать. Цвет наслаивается, его можно делать немного темнее, если наносить больше слоёв. Мне что нравится, это то, что оттенок выглядит очень естественным по цвету кожи. То есть это не какой-то пыльный розовый, это не какой-то слишком оранжевый. Это вот вообще лёгкая грань между тёплым оттенком оранжевым и каким-то таким базовым цветом кожи. Я нанесу вот этот матовый тёмный оттенок на внутренний уголок вот сюда вот, то есть я буду углублять немного глаз. Вот этот оттенок действительно напоминает какой-то ретро-фотографии, то есть в нём есть что-то и зелёное, и серое. Сейчас я буду наносить серый перламутровый оттенок на вот эту вот часть, и на эту часть у меня пойдёт светлый розовый. Он очень-очень крошится. Вот этот вот серый я буду наносить вот такой вот плоской кисточкой. Убирается, кстати, довольно легко. Давайте сделаем свотч кисточкой. Видите, кисточкой свотч получается довольно такой полупрозрачный. Мне кажется, он будет очень легко наноситься и пальчиком, но даже кисточкой он наносится очень хорошо. Я почистила вот эту же кисточку, и сейчас буду наносить вот этот вот розовый шиммерный оттенок. С кисточкой особо свотча не видно. Ну вот в этом розовом я не могу сказать, что в нём какая-то особенность есть или что-то. Он немного перекликается с этим хайлайтером, но он не интенсивный и он не очень пигментированный. Ставлю свотч, и сверху будет на один раз, и снизу под этим же будет свотч того же оттенка. Только уже наслоенного несколько раз, и в обоих случаях это будет просто палец, не будет ни влажный палец. Сейчас ещё подведём нижнее веко. Я, наверное, подведу в основном вот этим вот оттенком. Возьму такую кисточку-карандаш. То же самое сделаю со вторым глазом. И наношу вот этот блестящий Pixie 304M. Ну, видно, как там частички крупные в нём есть. Выглядит просто, конечно, шикарно. Надо сказать, что пока я наносила, он очень сильно крошится, видите. Слушайте, он цвет, конечно, шикарный. Такой блестящий, просто обалдеть. Пальчиком легче наносить, но кисточкой тоже хорошо наносится. Так, заканчиваю тушёвкой, и я взяла немножечко вот этого светлого матового оттенка. Такой получился макияж. Давайте красить ресницы. А, да, хочу сделать короткое резюме по теням. Мне очень понравились матовые. По-моему, они просто шикарные. Мне нравится вот этот, особенно этот блестящий. Вот этот вот самый пока нелюбимый, потому что он просто неяркий какой-то оттенок. Здесь три туши и одна база. Здесь Monsieur Big называется тушь. Здесь Hypnose Drama и Definitions. В общем, разделяющая тушь, посмотрим. А сейчас я накрашу Драмой и Monsieur Big. Что могу сказать по тушам? Они мне обе понравились. Единственное, здесь кисточка у Monsieur Big немного слишком такая пушистая для меня. Ну, немного сложно мне было прокрашивать мой глаз на нижней линии. Но всё равно, в принципе, она с ним справилась. И вот эта Драма просто идеальна, по-моему. В ней чуть-чуть больше удлинения, мне кажется, чем объёма. Но всё равно объём здесь есть. И здесь такая кисточка, изогнутая такая волна, которая очень удобно, кстати, нижнюю линию было прокрашивать вот так вот. Ну, и эту базу я тоже буду тестировать, и другую удлиняющую тушь, и потом вам расскажу. Наверное, кто-то из вас заметил у меня вот такую косметичку на заднем плане. Это подарок от Estee Lauder за покупку. Здесь 6 средств плюс сама косметичка. Я очень люблю заказывать в Estee Lauder. Мне нравится также ещё Lancome за это дело и Conique за то, что они дают подарки за покупки. Здесь, кстати, у них есть вот такой вот антивозрастной крем Revitalizing Supreme Plus. 15 мл их культовая сыворотка Advanced Night Repair 7 мл. Вот такой вот нюдовый карандашик для губ, очень красивый, в 18-м оттенке. И здесь есть также пенка для умывания для сухой кожи, называется Soft Clean. Здесь также есть эта тушь, которая у меня в полноразмерной версии тоже есть. И последнее, это здесь есть такая вот помада Pure Color Envy и оттенок здесь розовый. У них есть хороший уход и вообще туши хорошие, поэтому посмотрите обязательно на сайте. По-моему, очень классненько. Такой подарок за покупку от 45 долларов. Этот крем как раз-таки стоил 45, то есть я получила вот весь этот подарочный набор за покупку этого крема. В Сифоре бы мне, наверное, может быть, дали бы один маленький пробничек. Вот это вот все средства для губ, которые я сегодня собираюсь пробовать. Вот эти маленькие я уже тестирую и просто в огромном восторге. Это маленькие бальзамы для губ. Здесь у меня еще есть блеск от Pet Magret. Здесь Maybelline блеск, который называется Lifter Gloss. И четыре помады от Pet Magret в разной формуле. Здесь есть матовая и здесь есть такие более увлажняющие помады. В этом видео поделюсь с вами еще своим вообще опытом заказа от Pet Magret. Я заказывала два раза. Первый раз это были тени, которые были упакованы просто идеально. И они примерно за 2-3 дня упаковали и отправили все. То есть вообще без проблем ко мне это все дошло. Ничего не было разбито. Все было в целости и сохранности. Но с помадами у меня вышел казус. И я вам сейчас расскажу очень занятную историю. Прежде чем я расскажу историю, давайте попробуем два блеска. Я их попробую вместе на верхней и на нижней губе. Давайте начнем с Maybelline. Этот блеск очень хвалили в интернете. Говорили, что он просто какой-то нереальный. Похож на Fenty Beauty блески. Они просто выпустили огромный, огромный аппликатор, который просто... Посмотрите. Как будто одна моя губа. Запах очень приятный. Конфетками пахнет сладенькими. Называется 005 Petal. Лепесток 5,4 миллилитра. Ну такой блеск с цветом. То есть смотрите, покрытие такое полное. Здесь в этом розовом блеске есть мельчайшие золотые крупицы. И по-моему это очень красиво, когда в розовый добавляете немножечко золотого. По-моему это вообще самое красивое сочетание. И вот такой вот Sunset Rose оттенок называется. Блеск от Pet Magret. Здесь 4,5 миллилитра. И он был на скидке, он стоил 12 долларов. А в нем есть тоже мелкий золотой шиммер. Очень похожий запах. Ну и теперь я вам расскажу историю, которая со мной приключилась, когда я заказывала вот эти все помады и бальзамы, и тот блеск тоже. Я увидела, что у Pet Magret на помады, на многие и на блески, и на бальзамы скидка большая. То есть там было 12 долларов за любую помаду вместо 38. И я решила, что это просто идеальное время для того, чтобы попробовать помады от Pet Magret. Особенно я слышала про вот этот вот оттенок Skin Sane. Говорили, что это просто что-то нереальное. И я даже в какой-то момент была готова заказать ее за 38. Я очень рада, что я не заказала за 38 долларов, потому что я уже кое-что из этого попробовала. Так вот, я заказала на самом деле две помады вот такие увлажняющие и одну вот такую матовую. Ну и вот этот набор бальзамчиков, я их поставлю туда. Я их уже попробовала, я вам ставлю свотчи, и я о них немножко чуть позже расскажу. Я заказала две помады Lady Stardust из Skin Sane и вот это вот Peep Show, которая такая матовая. Кстати, упаковки, вот эта вот черненькая была в такой вот упаковке красивой с завязочками. И вот эти блестящие, вот более таких скромных упаковках. Я заказала вот такой оттенок Lady Stardust. И когда я открыла вот эту упаковку, на которой написано Lady Stardust, я обнаружила кое-что другое. То есть здесь была помада, которая должна выглядеть, в принципе, так же. И она выглядела вот так. Красная помада! Красная помада! Я не пользуюсь красными помадами, я их никогда не заказываю. Ее написано Blood Rush, то есть это другой оттенок. И я написала в техническую поддержку. Они мне прислали сначала сразу же сообщение, что они ответят мне в течение 24 часов. На следующий день мне ответил специалист, и они мне сказали, что мы извиняемся за происшествие за такое. И мы уже вам оформили заказ на Lady Stardust. Вот она, кстати, пришла ко мне. Я им сказала, что мне нужно вернуть вот эту, мне она не нужна. Я даже ее не свочила, и я еще, кстати, ее не свочила, она абсолютно новая. Я сказала, что я красными вообще не пользуюсь, и мне ее не нужно, я ее хочу вернуть. Хоть она и была на скидке, но раз она мне совсем не нужна, то какой смысл ее у себя держать? Они сказали, что они мне выставили вот эту, и что вот эту я могу себе просто оставить в подарок. А за тот оформленный заказ, который они дозаказали, они его как бы по нолям оформили без дополнительной оплаты. Это, конечно, было очень приятно, что вот эта помада мне досталась абсолютно в подарок. Но для этого мне нужно было написать им в поддержку. Я знаю, что сейчас из-за ковида они не... Все, что вы возвращаете, даже если вы не попробовали, они это не возвращают на полки. Они все это утилизируют. Вот это вот Skin Sane. Первый оттенок. Смотрите, какой он. Кремовый, и он очень пигментированный. В нем есть мелкие блестящие частички. Леди Стардаст, с которой вышел Казус. Я ее еще не тестировала. Она у меня абсолютно новенькая. Давайте ее тоже сейчас рядом с вот этим вот Skin Sane протестируем. Но она такая чуть-чуть посветлее. Итак, это Пип Шоу. Мне так нравится эта упаковка. Она такая тяжеленькая. Матовая. Сломалась. Так, я ее обратно туда засунула. Ну, так вот она выглядит. То есть она у меня сломалась там в основании. Я ее обратно вставила. Но она ходит туда-сюда. Красная помада. Я ее не тестировала. Ну, давайте протестируем. Мне уже страшно вот так вот тестировать. Давайте я буду смотреть на нее и слишком не буду. Холодный розовый подтон. Красивая помада. Я, наверное, сегодня ее на себя и нанесу. Так, смотрите, она немного отпечаталась на обратной стороне. То есть они довольно кремовые. Осторожно. Слишком сильно не давите на эти помады. Без карандашика наносила, без кисточки. Ну, увлажняющая, красивая помада. Что тут скажешь? Только что красная. Ну, и вкратце скажу, правда, эти бальзамчики. Я им уже начала пользоваться. Я просто в восторге от этих бальзамов. Вы знаете, что я люблю увлажняющую, такую легкую помаду. Если она оставляет еще тинт после себя и увлажненные губы, то это просто моя мечта. Один из них абсолютно прозрачный. То есть, ну, в принципе, ничего особенного. Но тоже очень хорошо увлажняет. Затем здесь идет такой бежевый бальзамчик. Так, я нанесла его вот сюда. То есть он очень увлажняющий, такой полупрозрачный. Очень увлажняет губы, очень приятный. Просто идеально на каждый день. И третий, более такой темный, глубокий. По названию вот этот называется Klee, тот, который был прозрачный. Потом бежевый называется Blow Up и Flash 3. Очень-очень красивый на губах. Такой коричнево-ягодный. Он в таком теплом оттенке. Но когда вы съедаете его и остается только тинт, то тинт розовый. Увидимся с вами через неделю, когда я все это протестирую. И у меня будет финальное мнение. Итак, снова привет. Возвращаюсь к вам для того, чтобы рассказать о моем таком полном впечатлении. Могу сказать про покрытие. Оно среднее. То есть оно не слишком плотное. Хотя можно наслоить. И если нанести пудру сверху, то будет выглядеть очень красиво. И она остается долго на весь день. Ношу маску на лице в больнице. И поэтому иногда, даже очень часто, ношу еще такие вот гаулы с очки. Чего я только не ношу на работе. Не суперстойкая. Конечно же, тональное средство имеет свойство сходить. Но оно сходит довольно так натурально. То есть слишком в поры не закатывается. И какими-то кусочками не снимается. Именно просто в целом становится как-то меньше. Наверное, нужен консилер под такое тональное средство. То есть оно не слишком сильно перекрывает круги под глазами. Но я обычно на 100% их и не закрываю. Потому что мне просто хочется, чтобы мое лицо выглядело натурально, естественно. Наверное, я его не рекомендую тем, у кого кожа жирная. Да, конечно, классно очень, что здесь есть SPF 45. Я абсолютно убеждена, что я ее использую. Именно SPF добавляет вот этого блеска. Love Cheek Dior Cream Blush and Highlighter. Средний блеск хайлайтера. Он не слишком яркий и он не слишком бледный. Мне больше всего понравились именно румяна. Тоже, опять же, они сегодня на мне. Когда я куда-то собираюсь на работу, да, мне нужно собраться за 5-10 минут. Он раз-два нанес их и в конце смены, да, опять же скажу, там, в 12 и плюс часов они остаются на коже. Конечно, не в таком интенсивном свете, но все равно они есть. Вместе с хайлайтером смотрится очень-очень гармонично. Потому что в хайлайтере есть розового и золотистого, да, вы видите, переливается. Это мой фаворит, и я его очень советую, потому что, ну и упаковка потрясающая. И два продукта, так, Stage Glow Face Palette. Именно в таком оттенке. Другие оттенки по-прежнему продаются, но вот этот был распродан. Очень часто использую вот этот вот золотой, который называется Sheer Gold Pearl. Мне очень нравится розовый, кстати, он тоже красиво смотрится. Он розовее, конечно, он будет просто розовым по сравнению с Наташей Диноной. Да, и мы уже много раз свочили. Давайте вот здесь рядышком сделаем своч. Видите, конечно же, Наташей Диноной там есть золото, а здесь такой розовый. Но если в близи присмотреться, то в этой палетке сам вот этот вот шиммер, это не шиммер, но какие-то такие золотые частички. Очень, кстати, похожи на вот эти вот тени. Также нравится вот этот вот персиковый, Golden Peach называется. Вот этот немножко прохладный оттенок, но тоже очень красивый. Как же мне нравится этот оттенок. Самый мой любимый. Смотрите, какой он блестящий. Эти, конечно, этот хайлайтер, он яркий. То есть, если вы хотите прямо акцент на хайлайтере сделать, в своем макияже, это оно. Абсолютно не пожалела покупки. Обожаю этот хайлайтер. Использую его каждый день без преувеличения. Когда я очень сильно тороплюсь куда-то, я наношу немного тонального средства Make Up For Ever в пудре. Наношу что-нибудь, продукт на брови и хайлайтер. Вот эти мои три продукта, когда я... Ну, буквально, у меня есть одна милая палеточка от Наташи Диноны, мини-ретро. В целом, она мне понравилась. Мне очень сильно понравился вот этот оттенок матовый. Он называется Industrial 45M. Самый ходовой. Он на каждый день просто идеален. Я им очень часто красилась на работу. И обычно мне нужно очень быстро краситься и вообще никаких проблем не вызывал. Очень часто его наносила вот этим вот серым, очень красивым таким металликом. Куда бы его нанести. Смотрите, как красота. Много комплиментов получила. Часто используемые оттенки. Это был вот этот вот. Вот этот вот серый Vintage Taupe. И Pixi. Вот этот вот блестящий. Пэт Маград вот эти вот блестящие шиммеры мне нравятся больше. Потому что здесь в нем есть база. То есть она такая оранжеватая. И когда вы наносите его внутренний уголок, немножечко, мне кажется, даже казалось, что как-то темноват. Темноват сама база для внутреннего уголка. Но сама по себе она очень красивая. И в ней, кстати, есть немного таких серых частичек. Вот этот вот темный оттенок 60-е. Тоженьких проблем, очень легко наносится. Вот этот вот мой самый редко используемый такой мелкий шиммер. Потому что он просто очень натуральный. Я даже не могу сказать, что его очень сильно заметно. Хотя такой персиковый шиммерный оттенок. Немножечко розоватый. Тоже никаких проблем с ним не было. Но все-таки вот эти вот три оттенка мои самые любимые. Мне очень понравилось то, что маленькая палетка. Что, в принципе, очень легко, быстро взял, использовал. Не думаешь очень долго какой оттенок выбрать. Но макияжи довольно-таки одинаковые получаются очень часто. Потому что я использовала обычно одни и те же цвета. То есть здесь особо не разгуляешься. Но это и понятно. Тут всего пять оттенков. В целом мне очень понравилось. Я, наверное, буду еще больше пробовать Наташу Динон и маленькие палетки. Почему-то мне вообще не хочется большие покупать. Но, во-первых, это очень дорого у нее. Так же, как и у Pat McGrath. А во-вторых, сейчас очень много косметики выходит и хочется пробовать что-то новенькое. А когда есть большие палетки, то они как-то обязывают к тому, чтобы ими пользоваться. Подарочные, да, средства от Estee Lauder, которые шли в подарок на покупку этого тонального средства. Помада такая увлажняющая, но она очень плотный все-таки у нее цвет. Так, надо осторожненько, чтобы не сломать сегодня помаду никакую. То есть цвет красивый, называется Pure Envy Color Rebellious Rose. По-моему, Rebellious Rose вышли румяно новые, красивые. В цветочке, в таком красном. И карандашик в таком нюдовом оттенке. Называется Nude, по-моему, да, 18 Nude. И я здесь сделала свотчи. Вот этот вот, это карандашик. Так. А вот это вот Pillow Talk. Pillow Talk немножечко такой более пудровый. Здесь чуть-чуть посуше, но тоже цвет хорошо передается. Увлажняющие бальзамы для губ, которые я очень сильно полюбила. Для меня это самое-самое лучшее, что я видела от Pet Magrata все время. Здесь, в общем, такой нюдовый оттенок. Там еще был прозрачный, был такой более сливово-коричневый. Они у меня все... Что в машине, где какой-то у меня ваня стоит, который я наношу на ночь. Если бы они были на скидке на большой, я бы еще раз их купила однозначно. Если говорить о помадах Pet Magrata, да, вот этих вот больших матовой и вот этих вот Blitz Trans, которые, да, я вам рассказывала, что красная мне досталась в подарок. Lady Stardust и Skin Sane. Они очень похожи, во-первых, да, вот верхняя Skin Sane, нижняя Lady Stardust. Немножко более такая светлая-розовая. На губах очень мало, наверное, чем-то, чем различается. Наверное, немножко мне больше нравится Skin Sane. Немножечко они мне суховаты. Сама формула. Конечно, это не самая плохая помада, которая у меня когда-то была. Безусловно, нет. И упаковки просто суперкрасивые. Мне совсем не жалко 12 долларов, которые заплатила, когда я покупала их на скидке, но за 38. Я бы точно их не рекомендовала покупать. Мне, кстати, очень удивительно, но мне радостно, что у меня появилась эта красная помада, потому что я делала фотографии после этого видео, да, первой части. И мне фотографии очень понравились. Ирония судьбы заключается в том, что красная мне понравилась больше всех. К сожалению, в начале тестирования она у меня сломалась, вы помните, да. Я ее сейчас осторожненько открою. Она у меня в таком плачевном состоянии. Цвет очень-очень красивый, но, к сожалению, я пользоваться ей не могу, потому что она сломалась. А я совсем сломалась. Мне очень нравится упаковка. Я из-за упаковки ее не выброшу. Но, я не знаю, может быть, просто в контейнеры положить и кисточкой пользоваться. Но у меня столько помад есть, что как бы заморачиваться так уже смысла нет. Хотя, может быть, я просто буду открывать вот так с ним по чуть-чуть и наносить. Но она матовая. Я матовую на каждый день не очень люблю. Я хотела просто попробовать на оттенок посмотреть. Оттенок красивый. Может быть, я им несколько раз еще накрашусь. Макияж сделаю с макияжа и как раз-таки матовая. Не покупайте и пользуйтесь очень аккуратно, либо не покупайте. Опять же, было на скидке, поэтому не так жалко. Давайте еще поговорим о блесках. Видите, он как будто бы такая глянцевая помада. Очень красиво смотрится. Единственное, что я заметила, когда вы его наносите, у вас первые, наверное, минут 10-15 покалывания, ощущение покалывания. Оно, наверное, сделано для того, чтобы увеличить губы. Знаете, такие у Dior самый, наверное, первый такой блеск был. И потом многие стали использовать вот этот вот эффект. Там вот у Face какой-то перебор с этим был, но все-таки. Здесь не перебор, но именно не прохладное ощущение, а именно покалывание ощущения. Оно не очень сильное, и оно делает губы более такими расправленными, но просто знайте, что есть такое. Здесь больше прозрачности. Он, конечно же, посветлее, и это прям такой какой-то типичный блеск для губ. Так, что-то у меня совсем лицо стало жирниться. Я сейчас припудрюсь и продолжу. Ну и последнее, это туши, да, и вот эта вот основа под тушь. Все это лунком, там был мини-наборчик, такой какой-то новогодний. И они это все распродавали. Сначала он стоил 29, потом они продавали все за 21. На сайте они уже распродали. Я пришла в магазин, они мне говорят 29. Я говорю, у вас на сайте он 21 был, и они мне сделали скидку, продали за 21. Самая любимая тушь из всех Hypnos Drama из-за кисточки и из-за того, что она оставляет ресницы очень пушистенькими. Хотя она очень жидкая сейчас, потому что она новая. На второе место я, наверное, поставлю Miss You Big. Аппликатор такой пушистенький. Мне нравится она тоже. Она делает очень такие объемные ресницы. Единственное, что иногда у меня все-таки отпечатывается здесь, когда я крашу нижние ресницы. Поэтому немножечко неудобно в этом плане. Но сама тушь по себе очень-очень объемная. Действительно делает красивые ресницы. Они, кстати, если сравнивать вот эту вот Hypnos Drama и Miss You Big, по-разному снимаются. Когда вот эту снимаете, то большей частью просто снимается водой. То есть она, опять же, в какие-то такие вот мелкие частички, как бы, расслаивается такая. И какие-то маленькие такие комочки сходят. А вот здесь больше такое ощущение, что какой-то крем такой сходит. Но они обе легко снимаются. Это не водостойкие туши. Если мы будем говорить о вот этой вот Diffiny Cells, мне кажется, это так называется. Здесь больше такая кисточка, такая ровненькая. Она тоже из подобных ворсинок, да, то есть она не силиконовая. Ресницы получаются более разделенные, но не такие сильно объемные. Здесь мне очень нравится красить нижние ресницы. Вообще никаких проблем. Очень удобно. Единственное, я не могу сказать, что я прониклась сильно к вот этой базе. Как-то пробовала от Chanel подобную базу. Вообще, мне кажется, смысла в этом нет. Я все эти три туши пробовала с этой базой несколько раз. И могу сказать, что особо разницы не вижу. Только то, что больше времени занимает это дело. Точно бы не купила вот эту вот штучку. А сами туши очень хорошие. Надеюсь, что вам это видео было полезным. Обязательно расскажите, что вам захотелось купить. Или что вы купили за последнее время. Что вам нравится. Посоветуйте что-то интересное. Скажите, какие видео вам нравятся смотреть больше всего у меня на канале. Что вам не нравится смотреть. В общем, обязательно дайте мне знать. Либо напишите в комментарии, либо напишите в инстаграме. Линк, ссылка будет внизу. Также есть e-mail, можете бы на e-mail написать. В общем, спасибо вам большое за ваше внимание. И до новых встреч. Всем пока.